И снова здравствуйте, всем привет! Итак, по вопросу, по анимации, что волки гонятся за оленем, да? Давайте рассматривать этот вопрос. Не стал я лепить волка, потому что, ну, процесс уже показывал я, как делать собак, как делать там персонажей. Решил просто скачать в интернете. Ну, вот неплохой такой волк. Вот такой красавчик, хорошо сделанный. В принципе, будет смотреться хорошо. Так, теперь, второй вариант. Скачивается волк, находится текстура в интернете. Это всё по прошлым роликам, не буду опять же повторяться. Давайте посмотрим теперь волка крашеного. Так, вот такой вот раскрашенный волк. Что у нас тут по дивайдам? Ну, в принципе, не то, что, конечно, в сабстанс, да? Ну, покраска вроде бы легла неплохо. Вот такой получается волк. Следом, опять же, по прошлым роликам делаем развертку. По покраске ролики есть, по лепке есть. Значит, теперь по развертке тоже ролики есть. Не буду повторяться. Повторюсь опять же, да? Так, файл open. Так, вот волк уже с разверткой. Вот у него получается четыре тысячи с половиной полигонов, да? Ну, вот если делать 72, 72 тысячи, то уже чуть получше будет вот эта вся штука выглядеть. Но слишком большой полигонаж. Я ставлю волка, значит, четыре с половиной тысячи, чтобы потом полегче всё это дело было. Так как у меня слабый ноутбук. И всё, значит, здесь текстура map всё уже присобачено, всё приставлено словом. Так, теперь мы удаляем дивайды и экспортируем уже вот этого волка, значит, файлом obj. Так, ну вот такой получился, значит, у меня персонаж по покраске. Погнали теперь в Blender. Итак, открываем Blender. Заходим в файл import.ops. Находим папку, где у меня вот этот волк и олень. Это на десктоп олень и волк. Так, волк под рик и олень уже готовы, кстати. Так, импортируем сюда вот такого персонажа. Сетка у него, вы видите, что нормальная, лёгкая. Делаем у сглаживания shader smooth. Теперь N-панель screen cascade, чтобы вы видели, что я буду нажимать N. Отключаем панель. Теперь смотрим, как тут выглядят текстуры. Ну, в принципе, неплохо, да? Вот такой получился волкодав. Следом, что нужно сделать? Shift. Пардонте, давно не сидел. Немножко забываюсь, да? Так, импорт FBX. Опять же, зубы скачанные. Как делать зубы, я уже тоже ролик снимал, не стал заморачиваться. Так, вот такие у меня зубы. Сейчас покажу. И, значит, через Shift у меня вот такие вот просто зрачки. С глазами я потом ещё заморочусь. Немножко посмотрим, как их можно улучшить. Так, по глазам опять же ролики тоже есть. Ссылки все закину под этим роликом. Так, set origin geometry, чтобы лучше это дело всё управлялось. Так, подгадываем по глазам. Ну, в принципе, что они тут? Вот, Ctrl Z, чтобы было видно чёрные зрачки. Так, есть такое дело. Теперь по зубам. Тройка на нампаде. Выбираем так. H английское можно пока скрыть, чтобы выбрать все предметы. Теперь Alt H. Возвращаем всё назад. Через Shift отключаем волка. Включаем ему, значит, опять же, set origin geometry, чтобы лучше всё это дело передвигать. И поправляем ему вот эти зубы. Восстанавливаем в пасть. Потом всё это будет опять же разбиваться, чтобы вставить рик и привязать, значит, язык отдельно, зубы отдельно будут. Опять же всё по прошлым роликам. Смотрите, всё есть, вся информация. Так, теперь такой вопрос. Я делал шерсть. Сколько? Двумя способами, да? Давайте третий посмотрим. Вот этот мне больше нравится. Shift A. Добавляем mesh, добавляем план. И в этот план нам нужно вставить альфу. Следом идём куда? В интернет. Скачиваем вот такие вот альфы. Ну, делать я их, в принципе, делал в этом, в ZBrush. Ну, там совсем другая. Это чисто для рисования. А вот именно, чтобы подходили они к шерсти волка, ну, стараюсь скачивать в интернете. Так, скачиваем. Находим какую-нибудь, именно вот этот вот, какой-нибудь сайт. Какую-нибудь загрузить фотографию. Открываем альфу. Вот видите, здесь плоховато удаляется. Так что, нужно тоже альфы подыскивать. Смотрим другие альфы. Смотрим, как он сейчас удалит фон. Ну, вот видите, здесь получше уже получается. Разные варианты. Вот они. Так. И скачиваем, значит, вот эту альфу. Ну, а теперь делаем по прошлым роликам. Тут фишку такую, значит, добавляем. Открываем шейдинги. Добавляем новую текстуру. Добавляем add текстура image texture. Так, немножко приподниму. Приближу. Подключаем к base color. И находим вот эту альфу в загрузках. Так, получается у нас вот так вот выглядит альфа. Следом, что нужно сделать. Дублируем shift D. Здесь хорошо бы такую же альфу, но с цветом, да? Ну, это уже сейчас посмотрим, как получится. Значит, подключаем на subspace color. И сейчас будем что-нибудь и такая выдумывать. Так, следом color. Так, альфу с текстурой подключаем на альфу. И теперь заходим, значит, у нас в текстуры. Мотаем вниз. Находим настройка. Hush. Hush. Альфа-Hush отставим. И получается у нас вот такая вот неплохая текстурка. Так, теперь что с ней можно сделать? Это делаем S, английская. R. Семерка на нампаде. R. И попробуем вот с этих, значит, альф. Но их нужно несколько. Попробуем, значит, подставить вот этому волку волос. Уменьшаем. Где-то что-то растягивать. Можно зайти в Edit Mode. Выбрать, допустим, две вершины вот эти. Ну, и G. Там как-то вот растянуть. Можно также подразделить. Ну, не на много. Чтобы это дело, ну, как бы дополнялось, устанавливалось. Так, выходим опять же в Object Mode. Делаем английское S. G. И тут нужно еще найти, как у волка растут, значит, растет волос. И подгонять это все дело, значит, вот к его телу. Вставляем как-нибудь хаотично. Так. Немножко в эту сторону. G. Shift D. Дублируем. Можно делать Skyl. Где-то подгонять G. Подставлять каким-нибудь... Так. Вот таким вот образом. Так. Shift D. Опять же подставляем G. Делаем какой-нибудь нахлюст. Ну, получается вот такая штукенция. И таким образом, значит, компонуем Shift D. Долгая песня будет. Ну, потом, я думаю, результат будет нормальный. Так. Так. Выставляем. Если что-то будет где-то там торчать, это не важно. Потому что, когда вы все это дело потом отключите, вот, выбранное, допустим, да, то у вас получится нормальный волос. Так. Shift D дублируем. По позвонку можно их просто ровно вставлять. Shift D. Shift D. Shift D. И вот так вот. Продолжаем. Так. Волос где-то поднимаем. Теперь Shift D. R. Какую-то плашку можно, значит, перекрутить. G подставить вот таким вот образом. И сейчас еще будем делать, чтобы потом не теряться. Так, это S. Семерка на нампаде. Делаем R. Ну, чтобы сверху вид был более-менее тогда. Просто плашку ложим. И получается у нас, в принципе, если вот так смотреть, неплохая будет шерсть. Shift D. Так. Можно даже добавлять другие. Теперь вот эти вот все штуки. Другие, значит, альфы. чтобы все смотрелось, ну, более-менее, как бы, получше, да? Так. 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 Размер нужно менять. где-то что-то, значит, edit mode. G, как бы, альфу можно уменьшить. Можно G бок как-то отвести. Видите, она искажается. И уже получается другая, значит, другой вариант волоса. Вот. Shift D. Подставляем его, значит, на ляжку куда-то. R, G, и погнали. Так. Смотрим под разными углами, чтобы вот сильно не торчали, значит, вот эти волосы. Так. Один вот этот волос нужно Shift D откинуть. Типа, пусть будет потом на размножение, на замену куда-то. Так. Shift D. Подставляем. И вот так вот. Ну вот, получается, вроде волос, видите, идет в одну линию. Нежелательно все это так делать. Так. Shift D. Подставляем где-то, компонуем, значит, с другими вариантами волоса. Ну, опять же, смотрим. Чтобы ничего никуда не вылетало. Подкручиваем. Ну, и надо бы, конечно, скачать, как это волос растет, но я нашел там все на английском. Не очень так переводить охота. Так. Вот он еще волос. Вроде бы стоит нормально, но можно его еще перекручивать, чтобы как бы торчал где-то. Вот. Таким вот образом. Так. Боком где-то можно поставить плашки в принципе можно втыкать разные варианты, чтобы там если торчал волос, то можно вот просто ребром его ставить. Такая получается штука. Так. Эта часть, допустим, у нас сделана. теперь мы выбираем какую-нибудь так, ну давайте вот эту еще shift d сдублируем s уменьшаем g shift d делаем s и значит можно чуть-чуть перекрутки добавляем r ну что-то в таком духе. Так, вот эту еще shift d подставим. Так, прикольная штука. Сзади тоже на хвост нужно добавить. и таким образом можно облепить всего нашего персонажа. Вот тут волос сильновато у него торчит. Нужно все это дело прибрать. Так. попробуем волос сделать побольше. Так. Как он тут перекручивается. Вот X Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По отношению к волку и apply применить... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот... Следом... Значит, это... Вот эту плашку убираем... Можно переименовать ее, допустим... Волос 1... Вот это будет план следующий у нас. Давайте на него попробуем заменить какую-нибудь другую, значит, альфу. Продолжение следует... Так, теперь заходим, опять же, значит, в Edit Mode и поправим вот эту альфу. Не альфу, а сам план вот этот. Так, заходим в Edit Mode и опять же все это дело крутим-вертим, G, подставляем. Так, семерка на нампаде R, выравниваем, G. Так, вот это вот. Потом можно будет подправить, значит. Так, fd, fd. Так, вот это вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Штукенцию тоже можно корректировать уже именно вершинами. Вот так как-то... Где-то натягивать, где-то подтягивать... Ну а потом где-то добавлять... Так, есть пока вот с этой надо будет разобраться... Торчит какая-то штука... Так... Немножко перетянем, подтянем... Так... И продолжаю... Здесь я уже немножко сейчас... Будет дольше... На ускоренном потом вам покажу... Так... И вот... Так... И вот... И вот... Продолжение следует... 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 Раф НЕС. Изменения происходят. Плюс-минус. Больше-меньше цвет. Так, здесь если поставим НОН КОМОР. Нет. Раф. Так, что у нас с цветовой тут гаммой. Давайте с ней поработаем. Так, Add Vectocolor. Color, color. Mixer RGB. Наверху, наверх добавляем. SSD. Опять же, два цвета нам подойдет. Вот с этим всем вот шерстью у меня 12138 трисов. Не так и много. Так, здесь, значит, ставим серый. А здесь ставим черный. Ну вот теперь можно и шкуру так чуть-чуть притемнять. И будет нормально. Так, здесь опять поставим, значит, мультиплей. А здесь поставим оверлей. Ну, прикольно будет, если все это дело поравнее вот этот волос ставить. Ну, в принципе, волос прикольно выглядит. Ну, чтобы не было вот этих плешей, надо постараться. и будет зашибись. Может быть, попробовать применить ко всему гражданину вот этому пшу весь вот этот значит, альфу. ну, только нужно сделать другую развертку, наверное. Ну, как вариант. Ну, в принципе, нормально. Немножко вот что тут у нас реже волос, попышнее. Ну, вот если пышнее, вроде бы перекрывает все вот эти негативы. Ну, вот есть места, короче. Так, места есть. И вот блеск вот это мне не нравится. Значит, блеск можно прибрать. Здесь поставим оверлей. А здесь поставим так, смотрим, что получилось. В принципе, с шерстью нормально получается. Только повторюсь, нужно ее как-то придумать, как бы вот это подгадывать. Ну, немного пляшеватый, но в принципе, ничего так, да? Еще текстуру можно другую на альфу вот эти наложить. Возможно, будет еще лучше. Так, а если сделать ас, ас. Ну, в принципе, для анимации вот такой волк нехило будет. Ну, неплохой волчар. Все, всем пока. До свидания. Вот такой пока эксперимент. Субтитры сделал DimaTorzok